Е-е-е, ты Роди, с тобой снова Шадов Роди, ведь сегодня нас ждет история о любви в игре под названием Киндергарден. Да, любовь в детском саду. Ну а что вы ожидали, это 21 век. Собственно, к чему вы это? А к тому, что сегодня я покажу, как получить концовку Синди. Для этого нам нужно начать день с дополнительными деньгами в нашем кармане. И нам нужно, чтобы наш дорогой партнер, так сказать, я не знаю, как называется, одногруппник в детском садике, наверное, никак. Бакс украл наши баксы. Действия не обязательно делать в таком порядке, который я вам покажу. Главное, чтобы они были сделаны. Жалуемся учителю на то, что бакс украл наши баксы. Итак, спрашиваем, а что если это незаконно делать бои с детьми, когда, как бы, позволять? Дальше я хочу сделать это в таком порядке. Купить сигареты. Точнее, кое-что купить. А, кое-что это сигареты. А дальше по пути я познакомлюсь с нашей девушкой. Привет, дорогуша, я Синди. Хочешь быть моим парнем? Еще спрашиваешь. Ой, как рада я это слышать. Мне нужно, правда, чтобы ты кое-что сделал, чтобы доказать это. В плане, видишь, ту девчонку Лили, она очень уродливая. И я хочу, чтобы ты прикрепил жвачку к ее волосам. Да, вот такие условия. Окей. Ну, кстати, нам нужно сделать это не сейчас, а нам нужно это сделать на следующем, так сказать, часу, если это можно так назвать. Итак, избивание меня не заставит твоего отца вернуться. Ты че сказала? Мы говорим, а учительница говорит, бакс, хватит пинать других. Но, но, пожалуйста, я не хочу директора, он меня убьет. Иди к директору. Живо! Идем к директору живо. Итак, он говорит то, что мы, кстати, он, кстати, нам дает небольшую подсказку к своей концовке. Мы могли бы быть друзьями, если бы ты не издал меня. Итак, какой же чудесный день. Мы получаем звездочку, которая нам нафиг не нужна. Как минимум в этой концовке, которую мы получаем. Итак, говорим, учительница, нет, спасибо на предложение, которое я, так сказать, если так можно выразиться, скрою. Дальше нам нужно, собственно, сделать главное задание, которое от нас просила Синди. А именно, прикрепить жвачку к волосам. Бедной девочке, у которой, если вы не смотрели предыдущую серию, или вообще не знаете лор киндергардена, у нее пропал брат. Вот она даже вот говорит то, что мой братик Билли обычно со мной играет, но он пропал. Просто прикрепляем жвачку к ее волосам. Потому что мы такая, мы ребенок.экзэ, вот у нас даже кровь потекла. И теперь отчитываемся Синди. Ты что, сделал это? О, боже мой, какой ты молодец. А что она сказала? Она заплакала. Я думаю, что она заплакала, но она, наверное, не видит. Ну, логично, не видит. Как бы Лили смотрит не в ее сторону. Ой, я так счастлива. Конечно, ведь, вообще-то, сострадание других приносит мне счастье. Итак, но она нас просит пойти в ванну и умыться, потому что экзэ она не любит. Она любит обычных парней, а не экзэшных. Итак, собственно, идем. О, нет, 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 говорит нам учительница. Ты не можешь просто так покинуть класс. А если мне нужно в туалет, ну, я не знаю, нужно ли тебе. Ну, вообще, тут игра слов, типа, могу ли я сходить в туалет. И я не знаю, можешь ли ты это сделать. Ну, наверное, могу, раз иду. Раз мне это надо, раз я это делаю. Итак, собственно, тут у нас такой мониторище. Мы ему делаем, чтобы он промониторил наш пропуск, который нам дала учительница буквально пять минут назад. А точнее, не пять, а несколько мгновений назад. Итак, раковина, у которой мы смываем нашу кровь. О, ты вернулся, отдай-ка мне мой пропуск. Итак, дальше нам нужно, собственно, поговорить с Синди и поиграть с ней в кукольный домик. Но не просто так. Добро пожаловать домой, муженек. Я надеюсь, не будет тебя занять много энергии сделать сегодня ужин. А, да, дорогая. И после этого мне нужно, чтобы... Подожди-ка. Ты что, снова пил алкоголь? Нет, дорогая, я просто устал. А, да, да, конечно. Ты же такой уставший всегда. Да, я думаю, что ты не будешь возражать, если ты дыхнешь в кое-что. Это тест на алкоголь? Ну, вообще-то так оно и есть. Если он покажет больше, чем 0,01, я позвоню кое-кому. Я принимаю этот тест. Хорошо, дыши. 0,32? Ты что меня за... За кое-кого держишь? Да как ты вообще мог позволить себе такое? Как ты можешь вообще быть отцом после этого, если ты даже не можешь позаботиться о себе? Отцом? Ну, после того, как ты просидел в тюрьме, конечно же, ты не можешь быть отцом. Короче, я, может, немножко неправильно перевел, но все-таки мне... Полагаю, что мне придется разбираться с моими проблемами самостоятельно. Ты что мне изменяешь? Я хочу развод, и мы можем пройти через это. Самый, так сказать, хороший вариант, счастливый. И, собственно, я его выберу. Ты правда так считаешь? Да, я так считаю. Вау, алкоголизм... Если даже не смотреть на твой алкоголизм, ты хороший человек. Так что насчет ребенка? Он останется с нами. Мы можем, кстати, выбрать еще вариант. Мы его отдадим в усыновление. О, так прекрасно, что ты это делаешь. Спасибо. Да без проблем. Вау, это было очень даже весело, играть с тобой в кукольный домик. Ты замечательный парень. Увидимся на ланче. Это еще не все, так как нам, во-первых, нужно что-то для нас, что-то для нас самих. Вот у нас леди спрашивает, хочешь питательный каш? Хочу питательный каш. Она же такая питательная. И, собственно, на будущее нам нужна еда для Синди. Какая еда, вы спросите, для Синди потребуется? Я хочу купить, кстати, да, Монти на ланче. Он продает именно еду. Может быть, ребенок захочет аналог из Happy Meal из вкусной точка? Не, это уж точка. Это нет уж и точка, как говорится. Она захочет салат, дамы и господа, всего за 75 долларов. На самом... Точнее, 75 центов долларов. Это такой... Это какой салат с красной икры, так сказать? Итак... Эй, парень, я сохранила тебе место. Присядь и поешь со мной. У меня вот есть с собой только что, мне кажется. О, хорошо. Черт, моя глупая мамаша не положила мне ничего веганского. Да, ребенок знает, что такое веганское. Ну, как сказать? Синди-то не знает, что такое веганское. Она знает то, что... Но Синди говорит, что мать ведь знает то, что я ем все только веганское. О, боже мой, эта женщина меня вымораживает. Эй, дорогуша, а может принесешь ты мне что-нибудь веганское по типу? Ну, по типу я знаю, что веганское. Салат. А-а, салат. Даже не знаю. Это типа веганское? Он типа отвратительный. Почему это вообще достается мне? Я не знаю. В общем, ты такой хороший сегодня. Мы должны использовать наше время отдыха для... Моей маленькой идеи. Ну, какой идеи ты говоришь? Ну, вообще-то, мне понравилась твоя проделка с Лили. Мне хочется продолжить. И что ты подразумеваешь? Джером говорил мне, что в колдовке уборщика отвратительные вещи. Я думаю, ты найдешь там что-то для Лили. Итак, ну разве же кладовка не закрыта? А ты волнуешься об этом? Я же разберусь с этим. И она дает нам ключ. Ключ от кладовки. Не спрашивайте, откуда у нее. Я сам хочу узнать. Итак, а что насчет коридорного? Ну, в плане дежурного. О, об этом пареньке? Да не бойся. Просто дай ему сигару, и он отвалит от тебя. Итак, ланч почти завершен. Слушай, звонка. Ведь уборщик вернется очень скоро после него. Короче, давай начнем нашу, так сказать, операцию по угнетанию бедной девочки, которой украли брата. Итак, поторопись, молодой паренек, быть ужасным, отвратительным человеком. И давай-ка мы кипаут, нам говорят, но мы наплеем на это все. И мы просто берем, используем это, берем ведерко, и нам говорят, звонок, звонок, делинь, делинь. Итак, идем сюда, и нам говорит, эй, чувак, ты не должен быть здесь иначе. Иначе что? Ну, вообще-то, если у тебя есть сигар, у меня есть сигары. А, хорошо, да делай, что хочешь. Увидимся. А, ну ты слышал звонок, тебе нужно как бы на отдых. Итак, что же ты принес для меня? Я принес это ведерко с кровью. Итак, о мой бог, это отвратительно, это что, правда кровь? Не хочу даже знать. Короче, будет лучше, если ты просто заберешься туда, а я позову Лили ко мне. Итак, собственно, давайте же будем созерцать кое-что. Эй, Лили, подойди сюда, я хочу кое-что тебе показать. Оставь меня в покое. Ну, я не буду тебя издеваться. Я просто хочу с тобой подружиться. Просто подойди. Ну, ладно, раз ты говоришь. И, кстати, как вы можете заметить, тут два восклицательных знака. К чему бы это? Окей, это к другой концовке. Наверняка, я опять-таки уже не знаю. И пранк, друзья мои, сработал. А-а-а-а, что ты сделала? Ты и твой отвратительный парень снова меня из-блапошили. О, да ладно, это просто небольшое улучшение. Экзешные дети сегодня какие-то у нас. Все в крови, все испачканы. Я больше не могу так терпеть. Прощай, жестокий мир. Не поддерживаем. Она достаточно глубокая, эта дыра. Ты что там, убилась, что ли? Ах, хотя не важно. Спускайся, давай, паренечек. Вау, это было великолепно. Я так рада. Итак, я хочу, чтобы ты взял этот цвет. Это знак того, что ты мой красавчик. Взять цветок Синди. И теперь самое главное условие, чтобы ее до конца не обидеть. Эй, а кто-нибудь видел Синди? Я не слышала ее. А Наггит видел, как девочка упала туда. Наггит знает. Заткнись, Наггит. Ты ничего не знаешь. Наггит, если ты в этом замешан, то, боже мой, Наггит не даст учителю наслаждения. Не учитель Наггита живым не возьмет. Собственно, залили. На самом деле, достаточно, если можно так сказать, иронично, потому что Наггит дружил с Лили, как мы можем, если вы смотрели первую серию, по-моему, он там говорил это. И теперь самый момент, так сказать, главный момент истины. Я надеюсь, у вас всех был хороший отдых. Нам нужно показать цветок, который подарила нам Синди. Цветок? Ой, достаточно скучно для вообще всего, для жизни. Он не скучный, я дала ему. Он мой парень был и был он весь день. Мы получили новую подсказку. Ой, поверь мне, это достаточно скучно. Давай просто пропустим вас, ребятки. У нас прошел момент, покажи и расскажи. И теперь в Синди отходит Джером и Монти только остались. Да. И это было замечательно, что ты показал этот цветок. Мне правда кажется, что ты самый наилучший парень, который когда-либо у меня был. И ты можешь взять его с собой. Радость. Тупо радость. Итак, увидимся завтра, паренек. И день завершен. Как и концовка Синди, мы получили, собственно, ее цветок. И, друзья мои, на этом я буду заканчивать. Большое спасибо, что со мной сегодня были. До скорой встречи и увидимся в следующем ролике по Киндергарден и другим замечательным видеоиграм. И не только. До скорого!